История коррупционной болванки Путина под названием Российская Федерация растянулась на добрых два десятка лет. Мы неоднократно обсуждали итоги этих прорывов. Тут вам и национальные проекты, ставшие провалом десятилетия, и экономический кризис рекордных масштабов, и внутренний терроризм, призванный снабдить силовиков аурой смрада и неприкасаемости. Однако люди, далекие от политики, часто не представляют истинных масштабов коррупции, грабежа и беспредела, царящих в правительственных кабинетах Кремля. На днях российские журналисты из оппозиционного пула РФ подсчитали траты Верховного Ботокса всея Московии на дружественные режимы и связанные с ними мегапроекты. Правда, приставка «мега» здесь использована для обозначения суммы, распиленной на очередной стройке, на этой детали. Гораздо больше нас интересует 600 миллиардов долларов, спущенных в трубу упырями из кремлевской конторы. Фактически все потратил сам Путин, ведь известно, что этот ГБшник контролирует каждый крупный денежный трансфер. Другими словами, образ выжившего из ума скруджа МакПука ему очень подходит. С той разницей, что этот персонаж деньги не зарабатывает, а ворует. И не может удержаться от того, чтобы влить очередную тонну зелени в свое псевдовеличие и мертворожденную идею второго совка. За прошедшие 20 лет только официальные траты Кремля на дружков Путина составили 600 миллиардов. В эту сумму входят всякие кредиты, субсидии, халявные поставки энергоресурсов. Одному только усатому таракану Луке удалось выклинчить у российского хозяина топливо почти на сотню миллиардов баксов. Помимо Украины и Белоруссии, огромные суммы денег уходят на спонсирование вооруженных анклавов на оккупированных территориях. Абхазия, ДНР, ЛНР и Приднестровье получили более 32 миллиардов. И это только за последние пять лет. Несложно догадаться, что расширив временные рамки и учтя гум-конвои Кремля, упомянутая цифра легко вырастет до тех же ста. Однако журналисты почему-то решили опустить данный факт. Хотя в случае с российской прессой тут нечему удивляться. Все под царем ходят, так или иначе. Эксперты отмечают, внебрачные республики Путина получают бесплатно абсолютно все. Ведь платить они могут разве что натурой. Так что российские граждане оплачивают из своего кармана хаос, происходящий на Донбассе, в Абхазии и Приднестровье. Идем далее и натыкаемся на Венесуэлу с ее 20 миллиардами долларов, которые никогда не вернутся в экономику Мордора. 17 из них добрый ботокс уже простил. А еще три пока числятся в графе «внешние кредиты». Хотя все прекрасно понимают, как дальше будет развиваться ситуация. Рядом расположилась Сирия со скромными цифрами в 4,72 миллиарда. Правда, здесь вообще не учитываются затраты на переброску войск, содержание пригожинских наемников и масса других факторов. Подсчеты в вакууме российскими СМИ. Отдельная гордость Кремля – энергетические многоходовочки с крупными проектами вроде «Газпромовских труб ботокса». Сюда московиты влили 224 миллиарда долларов. Постройка трех газопроводов Северного потока-2 силы Сибири и Турецкого потока обошлась Путину в 133 миллиарда долларов. Причем все эксперты утверждают, что эти проекты оказались коммерчески невыгодными и были построены как рычаги влияния. Еще одна графа в этом документе позора – спонсирование банановых республик. В одном из выпусков мы рассказали про 116 миллиардов спущенных на африканские страны Кубу и ТД. Тут ничего нового. Напоследок стоит отметить, что, по данным западных экспертов из области финансов, спонсирование осуществлялось за счет нефтегазового сектора РФИ. И здесь нас ждет еще один сюрприз. Шайка Владимира Путина, хоть и подарила 600 миллиардов долларов дружкам кремлевского режима, но и про себя любимую не забыла. На офшорных счетах преступной банды осели более триллиона долларов за прошедшие 20 лет. Так что геополитические игры хоть и являются главным бздыком ботокса, но воровство и чужие деньги он любит еще больше. И в этом ключе хочется спросить у россиян. Как им живется, зная, что власти забрали у них все, начиная от денег и заканчивая собственным уважением. Как говорится, тепло ли тебе, девицо? Тепло ли тебе, триколорное? Т expecting нас л problème? Текст сетка. Текст сетка. Текст сетка. Текст сетка. Субтитры создавал DimaTorzok